Сейчас прокатимся на дафе, на евротрачке. Ничего себе вы на фуре, я думал вы на машине. Так идет съемка, это нормалечек. Красота, ничего себе. А ты мав иду за эту капличку или за ту? За эту, да. А ты откуда еще? Вон с этой улицы, я же там живу. Не, ну я думаю где ты, я в курсе. Ничего себе. Первый раз в жизни попал в евротрак. Тебе надо дать поехать. Ну, я обязательно прокачусь. Нет, он механика действует, да? Да. Вот смотри, у меня механика, но я переключаю его дисциплина. Ну, покажите. Без сцепления? Да. А у нас тоже без сцепления все? Да, ну у вас присмотрено. По оборотам, да. Да, но он, это восьмая. Ага, а сколько всего скоростей? Восемь. Ну, ничего себе. Восемь, ну это понизенное. Ты ехал, ты теперь раз. Ты первый раз, и все, вот такие шторочки здесь. Тебе надо проехать, проехать, проехать. Обязательно. Поедем уже в рейс, то я прокачусь за рулем. Не, ну да, чтоб ты поехал, чтоб это... Да, 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 да. А ну, с палочкой какая. Вот ребята с палочкой. Как в Вольве обычно. И тут еще две кровати. Пожалуйста, можно вдвоем, в принципе, ехать. Ну, тут как в поезде. Тут места очень мало, да. Такая. Ну, она конечно не понимает. Тут ноги ниже, а тут уже, да, пол такой. Не, ну в этих ногах уже в эти ниже. Вот так мое. Ага, ровный пол. Почти, вот так. Понял, понял. А какого года эта машина? 2000. А, 2000, ну понятно. Тогда, конечно, ничего себе. У меня, получается, Вольва седьмого года была. 37-го. Да, да, еще новее немножко. Белая, да. Ну, что себе, а пробег какой у вас здесь уже? Миллион триста уже. Миллион триста уже. Миллион триста кмэ, да? Ну, в принципе, такой же почти, как и я Вольву продал. Миллион двести не было. 272. У тебя миль? Ну. У тебя миль? Ну. У тебя миль? А это миль-то, е-мое, это больше? Ну. Слушайте, ну я вам скажу по тишине и по мягкости, по комфорту. Не, она... Я не знаю, как у тебя. Не-не, несравненно, несравненно. Вот, смотри. 2000 год. Это все без сцепления. Звук мотора не слышно. Не, ну то одно без сцепления. Не, ты едешь, тут мотора не слышно. Обалдеть. А это фон чуть-чуть включил, и ты считай, что это... Обзор отличный, вообще такая эта... Махина. Ну, напоминает Freightliner Argosy. Разгонять не надо. Ну, в Argosy там такой шум, что... Неимоверно просто. Не, Миша, разгонять не надо. Вот ты смотри, вот какая скорость, а ты вот на 8 ее даешь, и все. Угу. Угу. И тянет хорошо. Сколько... Нет. 480. О, ничего себе, они 480 шикарно. Шикарно. 480. Бардачок такой. И вот у меня на Черновце расход 31 литр. 31 литр, да? Да. Ну тут никаких AdBlue, ничего тут совершенно нету. Нет, нет, нет. А ДАФ это кто, это Британия или кто-то? Ээээ... Голландия. А, да, да, Даня. Даня, понял. Угу. Угу. Ага, ДАФ наверно так и расшифровывается. Да, Данский... А нет, 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 я узнаю, что-то надо расшифровываться. Ну... Слушайте, ну интересно, интересно. Ну тут до топливной еще никто не лазил. Сколько машин? Обалдеть. Я что делал? Вот это что, двигатель я тебе сказал, но я... Ну тут было все в идеале. Угу. Эээ... То водяную помпу я поменял, и поменял... А мотор, капиталка мотора уже делалась? Ну вот это поршень у меня прогорел. А, и все? Все. Ну только поршень, но двигатель был в идеале. Тот не верил, тот моторист не верил, что двигатель не делался. Но он не вскрывался. Слушайте, вы ездите очень аккуратно, бережете. Я думаю, что оно, конечно, окупается. А вот дороги. Опа! Местные. Тут, конечно, этот кусок никак не закатают. Прям какой-то... Не знаю, что это, как назвать. Вообще-то... Тут две машины не проедут, в общем. Да тут так, вон... Ну супер! Мне он вообще нравится, как он идет. Он такой мягенький, такой обалденный, я не знаю. По ямам вообще, у меня такой хрусь, хрусь. Трещало будет это все. Как тут, видишь, кабины, не слышно. Вот эти типсы делают. Ничего себе! Вот это хорошая штука. Это прям за рулем едешь, супчик кушаешь, да? Да, да. Шутка, конечно. Это знаешь, кому... Блин, не, вот отсюда уже. Этот, это для сессонала. Да, 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 да. Для Сереги, да? Да, для Сереги. Передавать ему привет, если он смотреть будет. Он может будет привет, конечно. Да, класс. Тут как в машине, я вам скажу, Роман. Просто шикарно. Кондиционер работает, да? Все. Заправить. Не, заправить надо. Миша. Ну, прохладно будет. Гораздо тише. Гораздо тише. Гораздо тише. Ничего не скрипит. Ничего не скрипит. 2000 год. Как оно так сохранилось, я не могу понять. И люк, и люк есть открывающий, занавес. Ага, ну такие мелочи. Понятно. Вот это сторка, и все. Торпеда не трясется вообще. Да вот смотри. Мы же едем не по такой дороге. Вот, дорога вот разбитая. Да, дорога убитая. Я вот смотрю, у вас как едут. Там... Давид или кто? Давид надо... Все, да и бежит, да? Зеркала вот такие здесь. Ну что, нормальные зеркала. Почему-то у вас вот именно зеркало такого широкого формата, оно сверху. А у нас оно всегда снизит. В новых машинах снизит. А, в новых снизит. Оно было тут сверху. Вот такие зеркала это. Смотришь, что в самом никто не залезет. Что-то такое. Ну, шторочка вот эта зачетная. Хорошо тогда вперед закрыл и все. Не, она... У нас с боков она закрывается. Не, вот он у нас... тоже есть. А, понял, понял. Она вот сюда заходит. А вот это от солнца просто. Разовем. Ага. А, ну он до конца опускается. Не, не, не до конца. А, все, все, все. Понял, понял. Шикарно. Не надо полоску тонировать. Знаете, как делают у нас... Да. Не, ну вот вот эти... Финтифлюшки, ну. Да. Слушайте, ну и место тут что-то положить есть, да, немножко. Да нет, ящиков у Миши. Ящиков в таких вотах. Да, большие даже. Здоровые. Ящиков сейчас посмотрю. Здесь ящики бардачок. Сейчас снаружи покажем. Вот Каня поехала, кстати. Свежая. Хорошо и показывать. У вас там никого не удивишь этим. А вы паркуете ее? Здесь гараж. А, здесь гараж. Понял. Машину тут же ставите, да? Да. Ага, вы понял. Это мне позвонили. С долины я в старине оверсайз и с Бабашем. А, ничего себе. Не габаритный. Понял. Так, высота. Каратыш такой, да, грустный, близкий? Да, да, нет. Ну, тут 50 километров, мне говорят. Ну, нормально. Ну, да. Вот тут была газа. Роман работает он в основном как локальщик у нас называют. Как у нас до Нью-Йорка. Локальщик. Локал это означает, ну, по месту. Ну, по месту. Да, грузы по месту. Не, ну, тут просто... Ну, атакуют машинки 2000 года вообще. Это газовая установка была. Ага. Она вот там стояла. Ну, менты были как облака. А, ну, налоговая закрыла эту заправку, я знаю. Я там вставали. И увезли в долину. Ага. Ага. Вон трекстап. Мы сейчас заезжаем на трекстапчик. Немножко сниму дальнобой, ребята. Так как у меня сейчас... Ты посмотри, кто стоит. Рено? А, американец. Фолдет. Да, да, вижу. Вижу, вижу. Фредди. Фредди, кстати, американский. Ну, то есть крас, по сути. Машинка крепкая, надежная. Но крас, сдуется всех челей. Там даже, если я не ошибаюсь, в каких-то годах были окна на воздухе. Знаете, есть электропакеты, а то на воздухе поднимают. Ну, прямее. Там, то их два есть. Ага. А вот эти Рено Магнум, они хорошие считаются, правда? Нет. Нет? Но очень популярные. Их очень много здесь, я вот смотрю. Нет, они популярны, потому что они дешевые. Ага, понял. Типа DAF все-таки лучше по классу? Ну, как и где? Типа Мерс, Scania, Volvo, DAF. Ага, Мерс, Scania, Volvo, DAF. Ман где-то тоже внизу там, да? Да. А вот он второй. Да, да, да. Ну, тут двигатель. Крокодил. Крякнул двигатель? Ну, он экономичнее. Да тут европейцы, даже мне в комментариях ребята писали, что европейцы гораздо экономичнее, тише и комфортнее. Вот показали. О, наконец-то я на фуре прокатился. У меня аж как-то все это родное чувствуется. Я думал, что ты... Ничего себе. Поедем, если какой-то рейс, то я за руль прыгну. Прокачусь. Куда-нибудь будем ехать. Вот я буду на выходной брать, то в понедельник. Да, 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 да. В воскресенье мы поедем. Да, да. Али в Було, вот опять я не взял. Угу. Та это ерунда. Будет, будет, то поедем. Да мы в пустой поедем. Главное, чтобы ты проехал. Да не, пустой не. Только если тендер возьмете на Черновцы, то можно будет и махнуть. Я поеду, чтобы... Классно. Док заезжать фурой, да? Если что-то поремонтировать. Ну, в принципе, что. Масло поменять можно самому? Да. Ну, мы-то не меняем. О, тут какая-то уже стройматериала. Тут склад тримает магазин. А вот его машины, это у этого хозяина, что тут. Кто держит парковку? Други, вот американец. Это у этого. Это хозяина. Понял. Ну, давайте посмотрим снаружи хоть машину. Капот открывать не будем, потому что он здесь не открывается. Надо кабину, я так понимаю, поднимать. Опа. Ну, вылазить, конечно, тут немножко сложнее. Опа. Ну, в принципе, когда двумя руками, легче гораздо. Вот такие вот ступеньки. Так, а что это за колеса? Кстати, смотрите, адвенс китайский. Китайский. Все китайцы показывай. Триста, триста пятнадцать семьдесят арт. А мы же тоже китайцев ставим. И точно такую же фирму, кстати. Да? Адвенс. У нас адвенс очень ходовая. А я думал, что да. Не-не-не. Даблкоин, адвенс, роуд, какой-то там мастер. Мастер ерунды, короче, куча. Но она ходит, что я не знаю. Я сам ставил и на драйвы ставил. Ну, тут не драйвы, тут один только драйв. Нет. Нет. Одна из дешевых, можно так сказать. Доступных. Ну, наперед я китайцу боюсь ставить. Вперед это такое, рискованно. А на драйвы ставлю. А, в общем, это DAV XF 480, ребята. Вот с такой вот мордашкой. Двухтысячный год. Ну, смотрится, да, машина поработала. Ну, комфорт у нее вообще неимоверно. Комфорт у этой машинки очень хороший. Сами слышали, какая тишина внутри. Я попал ролик? Да, да. О, да. Красавчик. Я вот, если честно, первый раз вообще возле евро машины. Я только, ну, в Америке я только видел так. На Украине, как они ездят, да. Чтобы подходить, посмотреть. Ни разу. Да, отличается, конечно. Запаска, пожалуйста. Дабл Стар. Китайский. Дабл Стар. Тоже такие. Носим. А вот воздух где-то здесь наверху почему-то. У нас, в основном, внизу идет закрыто. Колеса здесь такие достаточно. Они, в принципе, по ширине тоже самое. Глушитель здесь выходит. Эта машина без всяких ограничений работает. Но нету дефа. Сейчас, сейчас, сейчас. Да Фредика уже все знают. Хочу дефа поснимать. Вся воздушная раздатка у меня тоже сзади примерно так же. Амортизаторы. Амортизаторы. Мне самому интересно, знаете, как она настолько комфортная. Что у нее тут за четыре подушки или как. Я не мог это. Нет вроде. Амортизатор и пружина. Амортизаторы. Там моторчик. Ну, обычно воздух подходит. Весь свет, воздух, электрика. А вон воздух. Тоже сзади, кстати. Могу понять, это какой-то воздушный фильтр, что ли? Или что такое? Я думаю, что это воздушный фильтр. Глушаки как у нас выходят сбоку бывают. Ага, аккумуляторы тут тоже рядом. Ну, похоже. Похоже все. Структура немножко по-другому. Повыше у них воздух стоит. Ну, и одна ось. Здесь, как правило, две оси на машине и три оси на прицепе. И на прицепе в основном это не с парки, а идут вот такие вот широкие, как у нас супер синглс, только эти поуже, чем супер синглс немножко, но их три. В общем, берут такой же вес, как у нас, я так подозреваю. Точно не скажу, но думаю, что да. Это вот такой сухогруз с мягкими этими. Как у нас кархоллер с мягкими стенками, так тут сухогруз такой. Вот. Потихонечку вот так вот на локале, по месту. Роман работает на вот такой вот классной машинке. У меня вот этот док. Если надо самому там раз поехал масло заменить, без проблем заехал, я думаю, может быть что-то платить надо, не знаю. Ну хорошо, что он здесь есть. Подушечки тоже, амортизаторы, ну в принципе тоже самое. Ничего такого. Рама такая серьезная. Тоже китайцы ходят без проблем. Интересно спросить, сколько стоит такой китаец, такое здоровое колесо. Я вам сейчас размер скажу, это 385-65 на 22,5. А вот он Рено Магнум стоит, есть такой тоже дальнобойщик. Как его? О! Только что где-то замял, похоже, свежая. Дальнобойщик 2278 или что такое? Дальнобойщик 7608. В общем у него такая машина тоже, пацанчик там с Украины снимает. Тоже очень популярные, я их вижу здесь в Украине, да и наверное по России тоже они ездят. Их очень много, Рено Магнум. А вон наш старый ФЛДшник стоит. Работает, краз местный. Тоже надежная машина. Ну, в общем так, DAV XF 480. Сегодня у нас в эфире. Планируем прокатиться где-то немножко по Украине на этой машине. За рулем попробовать хочу. Как оно еще? Ни разу не катался, аж интересно. Но комфорт поразил. С шумоизоляцией комфорт лучше, чем в моей новой Вольве. Это однозначно. Представьте. Двадцатый год и двухтысячный год. Двадцать лет машине. Вот еще ездят вот такие вот здесь красавеллы. Дерево можно возить на таких. Видите? Краза или Урал. Что это за машина? Я не сильно разбираюсь. Ну, в общем такое. Погрузчики. Тоже имеются на ярде, как у нас что-то загрузить, перегрузить. Без проблем. Такой тракторец. Что это за фирма такая? Тяжелая техника. Кремер Оллраг. Видно, мощный такой тоже. Едем. 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 Та Фреддика я уже все знаю. Фреддика я поснимал. Я говорю, тут техника, что перегрузить без проблем. Да, там раз. Загрузят вас. Как надо. А вот эти Фреддики, они тоже тут бегали. Старенькие. У нас такие катаются на юге. Они еще целые, даже красивые. А они почитали, что такие одноосные? Ты видишь, они одноосные? А, это одноосные. Может переделанная? Нет. Может переделанная. Из Витте пришли? Ну. Пришло, было то четыре. Да? И Интернешнл был. Угу. Без капотника? Нет. Угу. Ну, хороший. Не жесткий был, блин. Был такие жесткие. Все американские. Я говорю, у вас идет мягче машина. И тише, чем моя двадцатого года Вольво. Реально. А я не знаю, почему такой комфорт у них настроен. Не, ну Фредд такой, да, это. А то и Фреддик уже, вот тут у него. Флдшечка. Флдшечка. Это? Да, это Флдшечка. Да, это Флд. Они строились как военные машины. Машины для военных. И делали их достаточно надежные. Дядя Паша, там другие тракеры на них ездили. А вот оно Вольво. Какой это год Вольво FH? 2009. 2009 примерно, да? Да. Это уже новый, Европятый, с AdBlue. А, с AdBlue. А, с AdBlue есть, да? Да, да. Ой, ну он такая симпатяшка тоже. Но есть еще новее, у них фары такие все. Обалденные. У нас сама диспетчерка. Ага. Ну как бы бизнес, да? Да. Классно. Водители ездят себе, да и все. Нормально. Ох, у него фары. У него, наверное, главные не работают, так он такие уже поставил, да? Нет, они переработали. А, переделаны. Да, они переработали. Ну то такой же корчь, конечно, что просто, я не знаю. Движок кряхно. Ага. И они, наверное, могут переработать. Движок детройтовский, да? Детройтовский, так-так. Ну да, с 60 серии вижу. Или еще старее что-то. А у него нет ни крана, блин. Не так, как там, краник там, сюда, туда. Ну он простой, как, я не знаю. Это седло, блин. Такие простые, как, блин, все капец. Все проще гораздо. Поэтому и дешевле. Такое только, в принципе, для работы и надо. Особенно большие расстояния, как в Америке, преодолевать. Знаете, это все равно. О, видите, шингел сделал, крышу накрылся. Да, да, да. Класс. Вот такой вот ярд. Миш, это европейский. Ага. Ивеко. А Ивеко, кстати, это итальянец, да? Желтенький. Это итальянская машина. Да, да, да. Вот это. Тот с крышей высокой. Это из среднего. А, ну тот по салону круче, да? Да, да. А что у него за железяк на крыше, чтобы... Это дуга на фары. Знаешь? А, понял, понял, понял. Ну не, как она называется? Кингурятник. Понял, понял. Да, потом кучу фар, да? А, все, вижу. Точно. Интересная штука. Или пары из них. Ну, Магнумов просто не мере. Вот Ман только один. Дафы есть. Один. Эвеко. Рено много. Какие-то маленькие реношки стоят. Да. Прямий у Мишки. Ну, это европятый, видишь? Ну да. Европятый и евро шесть уже есть, да? Да. А вот это... Красс это евро девять, наверное? Да, евро. А вот этот с краном, вот этот, зеленый. Урал. Это Урал. Евро девять. Ну да. Не, классные машины. Все работают, все потихоньку. А вон новый Лексус стоит. Серенький такой. Модель 2022 года. Вышла. Класс. Не, ну, слушайте, тут охрана, все дела, да? Хороший Ярд. У нас даже вот, ну, нет охраны на Ярд. У нас камеры стоят как бы, но без охраны. Ну, асфальт, да, закатан. Ну, в принципе, тут ровно, глушь. Я так не вижу ничего такого. Болота нет. Тут же был колес гараж. Ага. Ремонтировали машину? Нет. Вот тут док. Ага. Ну, типа мебельная фабрика. А, понял. А это их гараж был. Ага, все. Склад какой-то. Тут машины, они держали свои машины. Понял. То контора была, сюда-туда. Это их заправка была. Классный тракставчик, как у нас примерно. Ну, паркуются, здесь можно... А, нет, ну, по-другому, в принципе, не сделаешь, да. Так все и паркуются. Сколько машин? 50 помещаются? Нет. 40, наверное. Ой, котенок. Котенок забежал под машину. Не раздавим? Где он? Тут, все понимание. Ты где? Я в их... В гараже. Кс-кс-кс-кс. Кс-кс-кс. Блин, е-мое. Так вот и здесь их все-кс-кс-кс. Иди сюда, не бойся. Манюнечко. Забежал. Но ты там... Не, ты сядешь или нет? Нет. Ты сядешь или нет отbuстишь? Сейчас, я его отнесу немножко сюда. Смотрите какой красотец. Маленький. Он так родился, похоже, вообще маленький Крица, ты чего под колеса лезешь? Давай, сиди, сиди, отдыхай Такая хорошая Все, пока Все, поехали, вот такой вот небольшой осмотр местной техники Показал Едем, в следующий раз, наверное, выйду уже в эфир с рейса О, москвич Тоже охранник Местный BMW, москвич Ну вот, конечно, Ford Focus американский Ребята, и Ford Focus европейский, это разные вещи Здесь все мягенько Тоже американская машина, тоже Ford Focus Вообще, панель другая, как у BMW, реально панель Тоже ничего не дребезжит Не дубовая Европейская техника отличается, однозначно В общем, все Поехали До дома Так, ребята, новая техника Луаз Это то, что надо По снегам, по болотам Луаз Кинг-Конг Я вашу, тоже блогер Я вашу ссылочку кину у себя на видео Потом, когда, если что Чтобы подтянулось Ребят, посмотреть, как ездит Красота, ничего себе Она догадывает Ну что она догадывает Волга? Не, не Это кусочка А, точно, точно Полотенце, что шить Ага, она с поднизу Ничего себе, она крепкая А, ПТР А, ПТР Знак Слом Тросяра такой, конечно А есть капроновые такие, чтобы тянули? Ну, у нас нема Не, у меня есть Легкий такой Ну, оно мне страшно Я пользуюсь, блин Машина великая Да, да, да Вот это, конечно, зверюка Смотрите, колесико Резина почти в рост человека, наверное Здесь по Карпатам то, что надо А что случилось? А, потек сальник, да? Не, не Я тормоза установил Тормоза тут дисковые Будут дисковые тормоза на 4-4 А, а были и барабаны? Были барабаны тяжелые Али все перерабляет Все перетачивает Вот тут техника, конечно Где бы еще такое увидел, а? Смотрите, резина Я думаю, оно в болоте и поплывет, в принципе, как лодка Не, ну, если кинуть внизу такой слой пенопласта Да, да, да Миша, а знаешь, шерп, 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 шерп В России Нет, не слышал Такие, вот с такими колесами, но они плывут Северные, ну, на севере есть такие Да, да, да Я видел, я, может, название не знаю, но видел точно Ну, красавчик Ну, у него ширина, я не знаю Спейсеры такие Фух Капитальный мобиль Короче, надо на нем ехать, где-то на бездорожье Отрываться А я тут немножко полирнул BMW Полировочка Красота Как новенький А то после зимы куча царапин Сделали, мужички, красоту Обалдеть, это что за лебедка такая? Опа, салон сзади Короче, тут человек, наверное, 10 садится легко А, да, да, ничего себе Цепок туда или что-то? Трос, трос Ну, 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 и все А тут самоблок Я квадроцикл вытаскивал за заднее колесо Цепляем веревочку Да, да, да Ну, он легкий, а этот тяжелый Да, да, да Обалдеть, вот это, ребята, конечно, технологии Она прям налазит туда, да? Да, ну, вот здесь Крепится За дискчик Ага Обалдеть Берите на заметку, ребята Кто по внедорожным темам Вот эта лебедочка за колесо Прям за этот зацепил За ось и поехал Что хочешь вытянуть можно Класс Бомбический аппарат Не, ну, понятно, задом вытягиваете Ну, что же так Ну, это танк Это прям вообще Железяка просто, да? Или что? Алюминька Вот такого оцинкованного бляха У самой машины Каркас варенный с профилю И вообще-то вот такого оцинкованного бляха Получается лужина Да, да, да Лужина Ну, а он не ржавеет же вообще Алюминиевый кузов, как на новых Рейндж-роверах Фордах, Ф-150 и Теслах, да? Вот, ребята, пожалуйста Современные технологии Это год какой примерно? Это уже у меня третий рік Не, а... А, это машина вообще кастомная Ну да сделана А, с нуля Ну, ничего себе Я думал, это такая есть Волнянка вот Волнянки включились двери Ага, ага Волнянка, это маленький джипик такой Да, да, да Мы ее разрезали Там есть где-то у меня видео Разрезал так, он так И сделал великое То просто Лампа такая, как за свети, да? Реальность Супер вообще Мостивый 66, самый надежный Все, ну, кращих мостей в УССР немало Слушай, ну это 100% Надо выезжать, короче, и снимать Снимать большой ролик про эту машину Супер Дороги поторможай Ну Огонь Редактор субтитров А.Семкин